Приветствую вас, Наталья, честно говоря, мне думается, что глобально у вас несколько проблем. Первое, это то, что вы явно не хотите брать личную ответственность на себя за то, что происходит в ваших отношениях между вами и мужчиной. Вы не хотите брать личную ответственность и не хотите, как мне кажется, принимать решение, да, самостоятельно. Вы этого не хотите, как мне кажется, это первый момент. Второй момент, это то, что сами отношения, как вы их выстраиваете, могут иметь, ну, определенную, скажем так, динамику, что ли. То есть они могут развиваться. Они могут развиваться и они могут в том числе задухать. К сожалению. Понимаете, да? О чем идет речь? То есть, если у отношений недостаточная динамика, то они могут затуркать. И вполне вероятно, что с вашими отношениями происходит именно такая история. То есть вы их, я имею ввиду, отношения развивали и до определенного этапа все было хорошо, но потом возникли некие сложности. Либо отношения упираются в потолок, такое бывает, хоть это и неприятно осознавать в какой-то степени, да, но такое бывает. Бывает, что отношения упираются в потолок и больше не развиваются, вот, к сожалению. То есть вот они, ну просто вот до своего максимума доходят и больше ничего не получают. Бывает, что люди немножечко разочарованы тем, как отношения развиваются. То есть, изначально, например, у человека были одни представления об отношениях. Когда он начинает непосредственно в этих отношениях быть, то получается что-то совсем другое. И это уже, как бы, ну, довольно сложно, может быть, пережить по той трактовой причине, что вот, например, ожидание может отказаться далеко не каждый человек. Потому что это, ну, болезненно, вот, это может быть в какой-то степени проблематично отказываться от своих ожиданий. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Ну, использует ли вас мужчина, использует ли он вас или не использует он вас, я думаю, что здесь говорить, ну, на мой взгляд, об этом говорить не особо актуально. Потому что кто-то может использовать другого человека, кто-то нет. Тут зависит от отношений. Если ваши отношения, например, выстраиваются таким образом, что они, ну, допустим, больше ориентированы на гендер, на гендерность, то в таком случае я бы сказал, что, да, человек может вас использовать, если отношения на гендерность, на гендерность. Если же отношения у вас личностные, то в таком случае, может быть, вас никто не использует. В том смысле, что, может быть, мужчина просто по какой-то причине боится с вами сближаться. Например. Или боится, что он вас недостойен. Ну, или всякое такое. В любом случае вариантов достаточно много. Вот мне бы не хотелось, если честно, гадать. Я думаю, что вы сами лучше знаете своего мужчину. Вот. Вы сами знаете его лучше. Я так думаю и надеюсь. И я надеюсь, что вам не составит большого труда подумать, а может ли человек вас использовать в той или иной ситуации, в той или иной степени. Вот. Если может использовать, если он вас, если он может вас использовать, то, наверное, стоит выйти из отношений. В таком-то случае, потому что ничего хорошего не будет, скорее всего. Вот. Ну, если у вас есть основания полагать, что человек относится к вам искренне, то нужно вырабатывать отношения всегда проще, чем построить их. Поэтому я думаю, что вам имеет смысл больше стараться с тебя без тебя доверять. Вот. Вот. Вам имеет смысл полагаться в большей степени на себя. Вот. И в таком случае, тогда ситуация может быть для вас куда более, куда более позитивной, чем сейчас. Вот. Но я не хотел бы, чтобы вы забывали одну простую, на мой взгляд, вещь. в большей степени. Она касается того, что должен быть у мужчины стимул находиться с вами в отношениях и должен быть у мужчины стимул что-то для вас делать, если вы молча терпите соотношение к себе неподобающее поведение, по вашему мнению, то вряд ли, вряд ли, вряд ли это расположит к вам. Вряд ли. Вряд ли это сделает вас, ну, более ценный, ценный для него. Я думаю, что нет, не сделает. К сожалению, да. Сейчас тут. Вот. В целом, конечно, по определенной статистике, я мог бы сказать, что в этом возрасте, в возрасте 30 плюс лет, а если люди, к примеру, не выстраивают серьезных отношений где-то вот, ну, в районе вот того времени, которое вы описываете, то это означает, скорее всего, некоторые трудности, вот, у людей со сближением некоторые страхи, некоторые наложения такие вот на отношениях, когда люди в отношениях, ну, не могут просто быть самим, самим собой. Вот. Когда требуется, ну, когда есть, присутствует еще какая-то дополнительная, к сожалению, мотивация, то есть дополнительные какие-то цели. Вот. И в таком случае тоже вам все нужно решать индивидуально, потому что так подсказать, это, по сути, тычок в небо, к сожалению. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго. Обратите внимание на то, что вас волнуют отношения, а не сам числа человек. Может быть, в этом и есть еще одна проблема. Вот. Заходите разобраться, обращайтесь к любому из специалистов. Всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.